А в Восточно-Казахстанской области идут работы по очистке воздуха. Крупнейшее металлургическое предприятие читалось о результатах природоохранной деятельности. О каких суммах идет речь, расскажет Индира Какимова. Пандемия, хотя и внесла свои коррективы в работу компании Касцинк, но на экологические проекты серьезного воздействия не оказала. В этом году компания собирается потратить на природоохранные задачи более 3,5 миллиардов тенге. У нас был меморандум с Акиматом области, где мы обязались находящийся здесь мыщак, содержащий отвал исторический, покрыть его полностью, рекультивировать, чтобы его влияние на подземный водоносный горизонт было минимальным. Это все выполнено, заактировано, по акту передано государству. Больших успехов удалось добиться в работе и по очистке технологических газов. Так, с 2001 года выбросы диоксида серы на металлургических предприятиях Касцинка удалось снизить в 4 раза. В Ридере компания продолжает проект «Гидрополимед», чтобы уменьшить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. На горно-обогатительном комплексе «Алтай» действует проект по искусственному орошению хвостохранилища для минимизации его пыления. Что касается Ридерского горно-обогатительного комплекса, то там, наконец-то, мы устранили дренаж из-под исторического отвала номер 2, то есть полностью выполнили это мероприятие. Загрязненные кислые стоки мы завернули на свои очистные сооружения. Вот это вот два больших мероприятия в Ридере, которые мы в 2019 году одно выполнили, второе продолжаем. Важным шагом стало заключение меморандума между Касцинком и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. Горно-металлургическая компания станет первой в стране, внедряющей самые передовые технологии для снижения нагрузки на экологию. Касцинк запустит комплексный технологический аудит с привлечением международных и национальных экспертов для дальнейшего использования новейших технологий. Индира Какимова, Кирилл Ефремов, Восточно-Казахстанская область